6 сентября 2022 года. У нас похолодало сильно. Сейчас плюс 10. Днём сегодня до 16 всего обещают. И на нашем пункте выдачи воды стоит уже очередь 12 пенсионеров, бабушки, дедушки. Если что, то выдача воды начнётся только через полтора часа. А они уже там стоят. И я так подозреваю, что они уже пришли раньше. В 7 часов утра у нас началась побудка. БВО отрабатывала цели. Так что высыпаться нам не получается. Ну, кому-то может даже удобно. Вышли с Алексом погулять. Сейчас хоть немножко затихла работа ПВО. И не слышно взрывов. Потому что целый день просто сидела, работала и подпрыгивала. Сейчас, конечно, тоже периодически что-то слышно, но не с такой интенсивностью. У нас так прохладно стало. Алекс курточку надел. Поваленное дерево у нас так и лежит на школьном дворе. У нас дали воду. Я поставила машинку стирать. Пока чуть-чуть пару бутылок воды налила. Сколько пока есть. Потом ещё наберу. Громыхает что-то, но где-то так далеко. И совсем непонятно что. Но я могу сказать, что за последние два дня интенсивность обстрелов уменьшилась. Намного уменьшилась. Я не знаю, с чем это связано. То ли с тем, что украинские войска пошли в наступление на других направлениях. Но у нас прям тише. Хорошо, Алекс. Но на нашем направлении прям стало тише-тише. Прям заметно. Ночи прям стали такие тихие. Вот до пяти утра прям вообще тишина. Потом может сработать ПВО. Утром сегодня ПВО работала. И слышны были выходы. Ну, конечно, таких обстрелов, как раньше, нет. Интересно, почему так. Пока встаю, хочу рассказать, почему мы не уезжаем. Это самый, наверное, популярный вопрос. Там же страшно, там обстреливают. Почему вы не уедете? Для всех повторю, что у меня здесь есть не только сын. У меня есть семья. У меня есть мама. У меня есть сестра, которая здесь находится. И они не будут уезжать. Сейчас у меня другая работа. И я уже привязана к работе. То есть, если раньше я там могла работать удаленно, то сейчас я работаю частично из офиса. И пока меня это устраивает. Потому что с началом спецоперации я лишилась вообще, в принципе, заработка. Мне было сложно. Сейчас более-менее какая-то стабильность. Хотя она и временная стабильность. Потому что это место временное. Ну, а дальше уже посмотрим, как будет. Плюс ко всему, почему я никуда не уезжаю. Я не хочу уезжать. Я уже устала от переездов. И понимаю, что куда-то ехать, это все равно нужны какие-то деньги. Потому что нужно жилье. Нужно содержать ребенка. Нужно его кормить. Ребенок у меня на диете. Это обходится достаточно денег. Это не просто... Что, Алекс? Ну, пусть она тебя не трогает. Собачка тебя не трогает. По своим делам ездит. Когда переезжаешь на новое место, нужно искать новую работу. Алекс тяжело воспринимает изменения. Ему тоже очень сложно. И переезжать временно я не вижу смысла. Как некоторые выезжали там в феврале, потом вернулись, потом опять уехали сейчас. А смысл ездить просто туда-сюда. А насчет обстрелов, понимаете, у меня такое мнение, что если суждено где-то погибнуть, то ты погибнешь. Ты можешь прятаться, не прятаться. Ты можешь уехать, но у тебя оно везде настигнет, если тебе так суждено. Нет, береженого, конечно, Бог бережет. Никто не отменяет. Мы разумно не ходим под обстрелами. Я не бегу снимать сразу же после обстрелов. Ну, вот так. Как есть. Меня еще спрашивали насчет отопления. Честно, у нас пока молчат. Насчет отопления и что будет, не знаю. Больше говорят об отоплении в Мариуполе, в Волновахе, но никак не в Донецке. Да, если честно, в Донецке даже еще не везде решена вода. Решен вопрос подачи воды. Потому что в некоторых районах воду вроде бы подают по графику, но она выше второго этажа не выжимает. Поэтому люди не успевают ни набрать, ни постирать, ни помыться нормально на текстильщике, который у нас близко к Петровскому району, который постоянно обстреливается. Вот там такая ситуация. Некоторые районы и Макеевки. Так что так. Еще неизвестно, что у нас будет с отоплением. Вот сегодня говорила с сотрудницей, она говорит, ну ничего, заплатим за электричество на 500 рублей, больше будем пользоваться этими ветродуйчиками, обогревателями. Мне как-то не хочется лишнего платить и подогревать воздух неизвестно чем. И мы не платим за воду, да, но мы заплатим за электроэнергию. Как-то все это странно. Не знаю, как все это будет решаться. Я еще вчера отправила запрос очень интересный. Потому что везде на федеральных каналах говорили о том, что Денис Пушилин пообещал всем первоклассникам выдать ранцы с канцелярскими товарами. И все это так и затихло. Продолжает выдавать там Мариуполе, я видела. В Харциск привезли, ну там район, регион-шеф привез в Харциск. К детям рюкзаки. А в Донецке все тишина. Вот мне говорят, ну чего, типа вот 10 тысяч вам же дадут, нормально. Но как бы это было нормально, если бы это не афишировалось вот так вот. Я написала запрос на официальный сайт главы республики. Не знаю, что они мне ответят. Пока тишина. И ничего мне не написали в ответ. Ну хотя бы даже то, что мое обращение принято. Ну посмотрим, что дальше будет. Сегодня я уже во второй раз переписывала заявление на вот эти 10 тысяч школьные. Потому что постоянно возникают какие-то там непонятки. Вот здесь вместо «г» надо написать «города». Там где-то нужно написать целиком не МС, а министерство, миграционная служба. Ну даже хорошо, что я переписывала сегодня заявление, потому что первый раз я указала отделение почты. А сегодня я смогла зарегистрироваться в онлайн ЦРБ в нашем местном банке и посмотреть там реквизиты. Потому что попасть в банк, чтобы дали там реквизиты, это просто невозможно. Там такие очереди. А договора у меня нет, потому что мне выдавали карту эту социальную. Я не знаю, в принципе, был или не был. Ну короче, нет у меня договора. Ну посмотрела сегодня в ЦРБ онлайн реквизиты своей карты. И теперь выплата должна прийти на карту. Ну сегодня должны уже сдать документы. Посмотрим, как это будет. Уже несколько дней хожу, пытаюсь заключить договор со школой на семейное образование. Но пока еще директор была занята, поэтому ребенок у меня остается пока в таком же очном формате. Я все равно буду писать заявление. Договор этот на семейное образование. Потому что вижу, что Алексу так будет удобней. А мы, в принципе, учеба будет отличаться только тем, что его не будет никто лишний напрягать. То есть он будет выполнять свои задания, а напрягать его никто не будет, кроме меня. Но я хотя бы чувствую там, где его нужно напрячь, а где нужно потерпеть, нужно еще что-то сделать. Для учителя это новый ребенок, и он не знает, как с ним работать. А с Алексом тяжело работать. Сейчас мы начали опять курс терапии медикаментозной от психиатра. Немножко за недельку более-менее выровнялось его состояние. Чему я очень рада. Вот такие новости. На этом пока все. Всем большое спасибо за ту помощь, которую вы присылаете. Я еще раз повторю, помощь просили в детскую онкогематологию, где лежат у нас детки. Химию им привозят, а после химии нужны тоже кое-какие лекарства, которые приходится родителям покупать самим. Как вы понимаете, что тяжело это сделать, потому что лекарства эти требуются на постоянной основе. Поэтому, если у вас есть возможность помочь, я оставляю реквизиты свои в описании к видео. И еще я там оставляю сейчас реквизиты Свято-Успенского Никола Васильевского монастыря. Монастырь продолжает нуждаться в помощи. Сейчас там еще непонятная ситуация под обстрелом, по всему. Ну, посмотрим, как там, что там. Но люди там продолжают жить. Поэтому, если есть возможность, тоже помогайте. На этом все. Всех люблю. Всем пока. Пока.